Всем привет, с вами Александр. Эксперимент с замерзанием воды в бочке продолжается. Кто не смотрел мое прошлое видео, посмотрите в истории. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео. Значит, сейчас мы посмотрим, насколько промерзла вода. Сегодня ночью было минус 7, сейчас утро минус 4 градуса. В нашей новомодной бочке вчера была замерзшая вода, она как бы не растаяла до конца. Посмотрим, сильно замерзла или нет. Да, по ходу промерзла. Ну да, вытащить чуть не получается. Сейчас мы попробуем полкой. Да, она не промерзла до конца. Корка льда, но уже потолще. Так, ну это наша 800 литровая. В ней сильнее всего замерзала, потому что она открытая. Сейчас посмотрим, что в ней. Ну, в общем, всё, в принципе, как и обычно. Лёд сильнее. Да, лёд реально потолще. В общем, всё-таки я 800 литровый пробил лёд. Он не полностью замерз. Кстати, кому интересно, здесь примерно литров 100. Вот. В диаметре, по-моему, 76 сантиметров. Ну, получается, ну, лёд толще, чем где закрытые бочки были. Ну, и в этих бочках. В общем, вывод такой, что мороз, в принципе, небольшой даже. Минус 7, минус 4 градуса. Вода глубоко может промерзнуть, но довольно длительное время нужно. Ну, получается, уже больше суток. И, ну, вода не промерзла даже там на дне чуть-чуть. Вот. Ну, и ещё, если вам надо быстрее замерзнуть, чтобы замерзла, то крышкой не надо закрывать. А если надо затормозить этот процесс, ну, чтобы медленнее замерзало, значит, закрывайте крышкой. Это замедляет. Получается вот такой. Ну, всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok